Привет-привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать в игрушку Sims 4. Честно говоря, я даже не планировала сегодня что-либо записывать, потому что голос у меня совсем печалька. Но под роликом, который сегодня у нас вышел, это был Дом Ужасов, Sims 4, ребятки попросили, давай, может, ты создашь каких-нибудь персов, которые бы могли жить в этом доме, может, какую-нибудь даже историю новую бы с вами начали. Я подумала, почему бы нам сейчас с вами в честь Хэллоуина, кстати, поздравляю еще раз вас, ребятки, нам не создать Джейсона и Фредди Крюгера, самых таких популярных, пугающих персонажей, которые лично меня в детстве жутко пугали. И я думаю, что сейчас мы с вами начнем с Джейсона. Кстати, на удивление, крайне мало атрибутики Джейсона я смогла найти в интернете, много времени потратила на поиски, но надеюсь, у нас хоть что-нибудь с вами получится. И я думаю, что мы будем прямо сейчас с вами приступать. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наш первый прецедент уже готов, дорогие друзья. Вот наш такой Джейсон получился. Я решила вначале ему немножко лицо такое вот сделать, Джейсоновское, скажем так, потому что, в принципе, ну, конечно, можно было просто напялить маску и забить, но мне кажется, что лучше было бы добавить все-таки ему лицо. С кожей, к сожалению, именно замену кожи я не нашла, поэтому, вы видели, мы с вами а-ля грим добавили. То есть такой он как, ну, конечно, не как у утопленника, но такой вот какой-то стрёмненький, скажем так. Так, маска, костюм весь в крови, его мачете и какие-то старые ботинки. Я его постаралась сделать наиболее таким большим, потому что, ну, Вурхес же у нас убийца, и ему надо иметь много сил, чтобы можно было с помощью своего мачете разрубить свою жертву. По-моему, у тебя задница какая-то слишком большая. Так, ребятки, ну что, Джейсон готов? Я думаю, что настало время ему дать имя. Так, как ты у нас там зовешься, товарищ мой? Джейсон. Джейсон Вурхес, прекрасненько, ребятки. Так, давайте сделаем... Подождите, нам нужно походняк выбрать. Прекрасно, прекрасная походочка, Джейсон. Можно, кстати, вот... Нет, такую вот точно маньяку не подойдет. Давайте вот такую уверенную в себе голос. Вот, мне кажется, такой голос ему прекрасно подойдет. Так, дорогой мой, теперь мы тебе надо выбрать, кем ты у нас будешь. Давай, ну, ты у нас должен быть дурной нрав, понятное дело. Большой бедокур, враг народа. Понятное дело, это же Джейсон. Так, смотрим дальше. Ты у нас будешь угрюмый. А где у нас там эти угарные всякие штуки? А, вот у нас угарные позы. Мне они безумно нравятся, ребятки. Так, нет, ты у нас самоуверенным точно не будешь. Ты у нас должен быть злюкой. А где у нас тут злой? Смотрите, какой классный. А, это у него позы поменялись? Подождите, я что-то не поняла. Реально позы? Что-то он как битой этой размахивал. Чудненько. Так, злой. И, наверное, ты у нас будешь дружелюбный точно. Нет, безумный. Неряха. Жалко, тут нет какого-нибудь там убийцы или еще кого-нибудь практичный карьерист. Нет, это все не для тебя. Творец, растяп, романтик, гений, активный. Не, подождите, а почему мы холерика не можем выбрать? Ага, холерика и угрюма это... Ладно, будем знать. Против детей. Ну, давайте он будет против детей. О, опять у нас новая поза, ребятки. Как-то у него, правда, его нож вошел в него, но ничего страшного. Хотя, смотрите, слушайте, забавно выглядит. Смотрите, у него, получается, реально мачете входит прямо к нему этот самый... Ну, вы видели. В общем, ребятки, вот такой у нас получился Джейсон. Я надеюсь, что он вам понравился. И следующий у нас кто на очереди? Следующий у нас будет Фредди. Господи, Фредди, ты что-то на себя совсем не похож. По-моему, ты, Фредди, беременный. Я думаю, что мы можем Джейсона и Фредди сделать братьями. И поселить в тот страшный дом, который вы хотели. И если вы хотите, ребятки, чтобы мы с вами начали новую интересную, скажем так, серию жизни двух убийц, поставьте лайк и напишите в комментариях. А я буду приступать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно же, с Фредди вышло еще сложнее, чем с Джейсон, потому что полосатый свитер, вы будете смеяться. Но зелено-красный свитер найти в интернете было практически невозможно. Поэтому мне пришлось использовать что-нибудь, что находилось у меня в коллекции. Как вы видели, в принципе, там одежды было немного. То есть, в принципе, вариант был либо пола, либо бело-красная кофточка, либо вот такая толстовка. Я думаю, что давайте сделаем современного Фредди Крюгера на современный лад. И пусть он у нас будет в такой вот толстовочке. Так, ну, ему классические брюки черные. Я решила все-таки одеть две пары, ну, одну пару перчаток черных. В принципе, с лезвиями в интернете я тоже не видела. И какие-то старые ботинки. Ну, и, конечно же, его шляпа. Она, в принципе, должна быть более такой вот здесь острой. Но мне кажется, что... Ну, в принципе, Фредди, конечно, он должен быть более сумасшедший на вид. Но, мне кажется, тоже неплохо получился. Так, давайте мы его назовем. Фредди Крюгер. Ну. Во, назвали. Так, ну кем ты у нас хочешь быть? Ты тоже у нас дурной нрав. Вы должны быть, в принципе, похожи, а не постоянны. Нет, ты у нас... Давай, ты будешь задира. О, заметьте, тоже уже позировать начинает. Так. Совсем задира. Следующий у нас какой ты будешь ревнивый, семьянин свой. Он тоже против детей, ребят. Вы же помните, что он там у нас детей над детьми издевался. Так. И ты должен быть, наверное, либо злым. О, видите, позу пошел менять. Фредди в разных позах. Ну и злой, понятное дело. Так, ну что. Я думаю, что нам осталось только выбрать его походничок. Сосед, давайте будет брат. Вы будете братьями. И вот такой тоже уверен. Он, конечно, забав. Вот такой пусть будет походничок. Ну. Вот, мне кажется, такой будет голос у него. Нормальный. Ну что, друзья. Создали мы с вами сегодня по быстричку Джейсона и Фредди. Я надеюсь, что вам было интересно и понравилось. И я надеюсь, что вы не забудете поддержать лайками этот ролик. Мне будет очень приятно. А пока что я буду с вами прощаться, ребятки. И напоминаю, что пишите в комментариях, хотите, чтобы мы с вами начали новую линию убийц в Симсах. По-моему, у нас еще такого с вами не было. Посмотрим, как будут эти двое строить свою жизнь, строить свою судьбу. И если вам интересно, обязательно напишите об этом. А пока что я вам всем желаю хорошего настроения, удачного дня. До новых встреч. Всем пока-пока.